друзья всем привет сегодня про обратную связь как давать обратную связь своим сотрудникам своим коллегам но кстати эти принципы они подходят не только для каких-то рабочих ситуаций но и для личной жизни да иногда нам нужно человеку сказать о каком-то проступки проговорить с им это нам хочется высказать ему какую-то критику но эта критика должна быть подана в конструктивном формате он должен ее понять принять и реально это должно отразиться на каких-то результат вообще обратная связь очень нужна в общении людей ну естественно управление и идеально просто замечательно когда руководители приучают сотрудников что они периодически дают обратную связь они приучают их давать обратную связь в ответ то есть говорить о том что нравится что не нравится что получается что не получается там какие-то возможно полезные рекомендации и так далее но если вы просто будете что-то высказывать на эмоциях или дергать людей или занудствовать по разным очень потому что воспринимается человек который хочет как лучше который хочет высказать который хочет чему-то научить все-таки важно сохранять вот эту вот структурность какое-то видение и действительно действовать конструктивно вот несколько полезных и простых принципов как правильно давать обратную связь что действительно это приносило результат всем сторонам и деятельности компании или тому процессу в рамках которого вы даете эту обратную связь первое самое главное она должна быть основана на фактах а не на эмоциях вот ошибка многих и у руководителя это слышала и и чаров и я тобой недоволен я зол мне не понравилось как ты поступил ты поступил не как клиента ориентированный сотрудник что это вообще о чем это знаете что у каждого своей системы координат свои маркеры свои стереотипы и вот был например такой пример ситуация такая свидетелем которой я была кадровик дал вот такую обратную связь сотруднику на испытательном сроке что он не клиента ориентированный что он не так себя повел сотрудник что-то замялся ага ну и ладно а в чем была ситуация клиент какой-то там постоянный он начал жаловаться там чуть ли не заплакал у него какие-то навстречу у него там какая-то личная ситуация очень тяжелая была но сотрудника этот как-то там очень с этой встречи слинял и так далее то есть потом он там своему руководителю ну рассказывал о том как вот он повел себя руководитель там дал какую-то значит обратную связь объяснил как надо кадровичка вот так вот высказала в итоге как этот сотрудник понял мнение вот этой кадровички то есть на самом деле ему надо было там начать обнимать этого клиента начать ему там какое-то личное участие предложить там возможно в нерабочее время встретиться когда спросили у кадровички что она имела в виду она вообще имела в виду что тот должен был привлечь своего руководителя для решения этого вопроса то есть позвонить руководителю и сказать я к сожалению не настолько там глубок как личности не настолько хорошо вас на вот мой руководитель вас лучше знает он должен там с вами на эту тему поговорить видите у всех разное видение разный какой-то опыт поэтому меньше вот этого вот эмоционального ты плохой я недоволен все плохо и так далее так далее больше простых фактов вот чем более простые конкретные рекомендации будут которые вы дадите человеку как надо и как не надо тем проще какая еще должна быть обратная связь она обязательно должна быть а по возможности обезличенная мы оцениваем действия а не человек зачем лишний раз унижать человека если он и так например оступился ли ему сложно зачем лишний раз давать ему понять ну кто в доме главный грубо говоря да все таки это должно быть дозированная ошибка многих там когда говорят ты непрофессиональный ты неправильный тогда мы оценим действие тебе надо было ответить на третий звонок у нас компании менеджер делает кто-то этот в этой ситуации важно было обработать претензию в первую очередь избегаем вот большого перехода на личности люди обижаются люди зажимаются люди встают защитную позицию а защита это либо убегание либо нападение не то не то никак сильно на качественное развитие ваш процесс не повлиять еще обратная связь должна быть понятной говорим на одном языке едиными какими-то терминами очень понятными такими глаголом говорим что хотим от человека что мы от него ожидаем дальше она должна быть обязательно принимаемой то есть нам важно убедиться что человек нас данный момент реально слышит вот было это уже светил такой ситуации там администратор новенькая она сидит рыдает она там что-то расстроилась ей руководитель губу губу но ты точно все поняла точно это она там да да нет нет да конечно ничего из этого не поняла максимум что она и всей этой ситуации услышала ее ругали она в чем-то там накосячила то есть если уж совсем какая-то ситуация с эмоциональным нокаут если там присутствует не присутствуют люди какие-то есть не совсем удобно но перенесите тогда вот эту вот обратную связь но важно что чтобы ты убеждал что человек тебя слышит иначе твои ресурсы они просто будут слиты в никуда и наоборот еще больше будешь заблуждаться потому что ты думаешь ты донес до него информация на самом деле ничего не донес даже наоборот хуже стало следующее конфиденциальность но здесь конечно индивидуально если проступок совершен на глазах других сотрудников если вот эта ситуация она очень такая показательные прецедентные и на ее примере стоит разобрать то может быть и стоит при всех дать эту обратную связь если она конфиденциальная если там особенности личности какие-то сотрудника можно говорить и наедине самое главное напомню обезличие но не унижает человека своевременность конечно лучше давать обратную связь по горячим следам но иногда просто будет например не деликатно это дело допустим в присутствии клиента или там когда вопрос не закончен тогда уже выбираем подходящее время самое главное чтобы человеком помнил эту ситуацию он реально мог нас слышать и самое главное конструктивность кто-то просто любит вот этот назидатель не то а кому-то приятно почувствовать себя важно кто-то делает для галочки просто это что я обязана эту тему поговорить я поговорю а важно конструктивность чем заключается конструктивность помогает наладить этот процесс тот факт что вы задаете себе два простых вопроса зачем я предоставляю эту обратную связь и как поможет эта обратная связь человеку процессу организации может быть лично мне и так далее то есть настраиваемся на конструктив и изъясняемся просто говорим понятно не обижаем людей без дела и обязательно оцениваем поняли ли они там задаем им какие-то уточняющие вопросы в конце надо спросить твои выводы и действия что ты думаешь по этому поводу что ты изменишь что ты не изменишь вроде бы простые такие механизмы но то что я вижу многих руководителей многих кадровиков да и просто каких-то ситуациях личного общения может быть ситуациях переговоров люди еще конечно же далеки от совершенства но обратная связь такая качественная простая она как раз и является составляющей той самой конструктивной коммуникации коммуникации которая действительно ведет к результату и не создает условий для каких-то нужных конфликтов для недомовок друзья если вам нужна моя помощь как корпоративного психолога как консультанта пожалуйста обращайтесь все мои контакты есть под видео есть они в соцсетях я практически во всех основных соцсетях есть вера бокарева так меня и ищите либо отправляйте запрос на мой сайт вера бо . ру вопросы по оценке персонала обучение персонала и по корпоративной психологии пожалуйста обращайтесь буду рада вам помочь всем до новых встреч